Всем привет! Дорогие мои подписчики! Сегодня на рассмотрении у нас танк Т-34. Тяжелый американский танк 8 уровня. Почему столь довольно старый танк появился у меня в обзоре? Да все потому, что я его совсем недавно приобрел вновь. Дело в том, что его медлительность слишком была угнетаема для меня именно. И что-то я хотел с ним сделать. И я просто взял его и выкинул. Просто тупо удалил. Просто потому, что мне не нравился геймплей на тот момент, когда его не апнули. Апнули его не так давно. Может быть год назад. Точно не помню. Но смысл именно в том, что его апнули. И это было здорово. Здорово в чем? Особо как бы ничего не изменилось, но сведение улучшилось, пробиваемость улучшилась, точность улучшилась. В целом, мне показался этот танк после того, как я его купил повторно. Или я уже точно не могу сказать, правда, как давно я его продал. Но точно лет 5, наверное, или 6 даже назад. А может даже и 7. Я точно не помню. Скорее всего лет 6 назад я его продал. И вот буквально месяца 3 назад я его купил. И что же могу вам сказать сейчас. Действительно танк интересный. Он все-таки такой же медлительный, такой же мощный. Но он действительно стал более интересным. И за это время, скажем так, большие навыки в самой игре. Начал больше разбираться в том, как нужно проводить эти бои. Тем более на такой тяжелой неподвижной технике. Вот. И лично для меня. И я могу рекомендовать, конечно, этот танк именно к покупке. Для тех игроков, которые любят геймплей спокойный, малоподвижный. Больше ПТшный скорее. Хотя на этом танке можно и довольно... Ну, конечно же, при поддержке союзников. Можно нормально и танковать. Давайте попробуем посмотреть на него, как он выглядит прекрасно. Действительно очень хороший танк. Если мы сейчас пойдем большим количеством сюда. А мы пошли, да, большим количеством, достаточно большим количеством. Значит, у нас, по идее, должно все получиться именно в этом фланге. Итак, что хочу еще вам про него сказать. Бронепробитие, насколько я помню, у него увеличили. И теперь оно 248. При уроне 400. То есть мы можем посмотреть при попадании в противника цифры от 300 до 500. Это достаточно интересно, достаточно круто. Это действительно классно. Теперь, естественно, с учетом перков прокачиваемых, конечно, можно этот танк вообще вознести на достаточно серьезный уровень. В плане точности и меткости попадания, сведения гораздо, сейчас стало гораздо лучше. И при правильной, при правильном, при правильной все же игре на этом танке, из-за укрытия, скорее всего, подставляя только лишь башню и ствол орудия, можно вести очень и очень хорошую борьбу. И действительно нагибать. Ну, что я могу сказать? Сейчас мы пошли хорошо, но, к сожалению, у нас здесь такая позиция, что надо бы подходить ближе к центру все-таки, потому что основной нагиб должен быть именно там, а не с той стороны, где я нахожусь я. Дело в том, что в основном именно здесь проходит достаточно большое количество врагов, но в данный момент почему-то их совсем нет. Это для меня является странностью. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока счет 1-1 и... И пока никто не ведет. Итак, скорость у танка 35 км в час, насколько я помню. Максимальная скорость. И если мы будем в неподвижную цель стрелять, конечно же, это будет приятнее. Но на данный момент... Так, 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 так. Вот он, фвшечка наша. Давайте у фвшки, кстати, башка, конечно, хорошая, но... Угу. Он все-таки не попал. Надо поближе подъехать. Да, баштан его... Так, молодец, фвшка. Молодец. Но опять я не попал. Разброс все-таки есть у этого танка. И очень нельзя к нему идти напрямую, потому что он еще и светит. Вот. И, в общем, надо немножечко подождать. И что можно сказать? Сейчас фвшку заберут. Идем дальше. Так. Судя по всему, нашу базу сейчас будут брать. Там достаточно много тяжей. У нас свет, конечно, действовал немножко некорректно. Но это дело такое. Проджетто. 46. Интересный танк. Так. Ну, сегодня у нас будем любоваться именно на этот танк. Посмотрите, насколько он эффектный, мощный. И с ними классный танк. Ничего нельзя сказать такого против даже. Итак, правильно играть, как на этом танке. Просто высовываем башню. И, естественно, ждем, пока кто-нибудь, какая-нибудь нехорошая враждина приедет. Вот. Например. Да, что ж такое, ни разу не попал, но... И еще пробуем. Вражина. Где ты, вражина? Как-то они всех как-то становятся правильно. А там у них же куча всяких этих ПТ-шек. Я вылез. И вылез очень нехорошо. Вылез, потому что во-первых, я большой и свечусь в середине. Так, ну это разогрев, скажем так, да? Как они красиво замочили нашего тяжа. Вот почему не поехать вперед? Давайте поедем. Ну, так. По идее, я выстрелил четыре снаряда. Ха. И пока ни разу не попал. Итак, что-то у нас там появилось. В башню ему стрелять немножко тоже бесполезно. Можно, хотя вот сюда, если тоже нет. Мне нужна его вот эта вот часть. Да, именно вот она. Нехорошо я сыграл, но ничего не поделать. Сейчас должен быть стерва должна быть. Надо уйти, надо уйти. Кстати, углы наклона очень классные. Очень классные у этого танка. Просто замечательный. Посмотрите, насколько много он может. Сбил гуслю. Это уже неплохо. И сейчас прожета его добьет. Это замечательно. Ну, прожета ты же должен добить. Ну, или я добью. То есть, когда мы видим противника, это, в принципе, нормально. Ага, прожета не хочет. По какой-то причине он просто сдает назад и оставляет меня одного. Хотя, по идее, он должен тут же элементарно добить вот эту вот стерву. Нет, он все-таки разворачивается и уходит. Я не пойду на пролом, потому как стерву я не увижу. А она меня, конечно, увидит. но вот это классический какой-то дебилизм. Честно, если честно, то это классический дебилизм. И он мне... В общем, не буду я рассказывать, как я отношусь к классическому дебилизму. Здесь дело в том, что вполне возможно может стоять и фош, и стерва, и 268-й сюда может подлезть. Вот он, кстати. Далековато, далековато пока. Не буду я выходить, потому как мне... Но, в принципе, если прожета... Да, он пошел не в ту степь, и это меня нервирует. Так, что мы можем сделать еще? Смотрите, два танка и всего лишь я 219 хп забрал. То есть, хотя я вот сейчас вот... А, ну да, я же сейчас в топе. Так, мы играем с девятками и даже десятками. Не буду я никуда отсюда выходить однозначно. потому как здесь должны быть эти... Значит, кого там уже уничтожили. Фоша уже нет, а вот Юдас остался. Ну, я называю стерва. Так, понятно просто. Понятнее, что к чему. Ну, Юдас так Юдас, да. очень классные углы наклона, очень комфортно играть. Сделаем мы, наверное, сегодня... чего он сказал, не пробил? Это куда я там попал, что он не пробил. Оригинально, оригинально. Очень прям оригинально, прям жесть как. Иди отсюда. То есть, довольно качественно, если я вижу противника и знаю, куда лупить, то довольно приятно лупить. Это правда. Так, ну, я хочу сказать, что они все здесь, друзья мои. И давайте вот приближаться сюда, куда-то поближе. дальше я, пожалуй, не пойду, потому что Юдас 268 и 277 10 уровня. Итак, что мы можем посмотреть здесь? Вот он виден, виден. Хорошо бы, если бы он кормой подошел бы. Можно стрелять уже в принципе. Ну, давайте немножечко примерно так сделаем. Все. Ну, и остался самый такой простой, которого я уже не боюсь на данный момент. У него там половина хп было. Все. Нету. В общем, победили. Хорошо. Три фрага. Однако, конечно, смехотворный урон. Я нанес врагу. Творчик непосредственно нашего танка закончим. Что интересно. Так, вот давайте посмотрим, да, как и есть. Три фрага. Ну, это, конечно, не тот бой, который можно было показать реально, но все равно. Значит, по внешнему виду я сделал, он оказался действительно очень интересным танком, и я ему сделал вот такую вот красочку. Он теперь у меня такой темно-темно-зеленый. Вот просто весь покрасил в темно-зеленый цвет. Ну, правда, это на лето, да, и все. И красный. Ну, или какой-то у нас темно-бордовый, да, темно-темная вишня. Вот такого плана. Но, насколько я понимаю, это он, ну, не я его уже здесь красил, хотя фиг его знает. Да, нет, я красил. Вот. Ну, что, пойдемте дальше еще раз. Напомню характеристики этого танка. Значит, скорость у него, мобильность, что у нас здесь с мобильностью-то? 35 километров в час и 12 назад, да, 400 средний урон за выстрел, то есть, как я и говорил, 300-500, мы можем увидеть цифры. Среднее бронепробитие, бронепробиваемость 248, скорострельность почти 5 снарядов. Вот, это уже 474, это уже с досылателем и без всяческих там, ну, наверное, какие-то там есть, но не эти перки увеличивают скорострельность орудия. Разброс 0,33 на 100 метров. Сейчас это классный показатель, действительно, живучесть. Ну, вот у нас башня, бронирование башни 279, по-моему, да, да, 279. Ну, так, приятно. Обзор хороший, кстати, тоже. Классный обзор, правда, уже с просветленной оптикой. Поехали дальше. Хочется чего-то не там танки. Здесь я полностью в топе сейчас. так, ну что, готовы, да? Давайте будем пробовать. Моды у меня от Юши стоят. самые лучшие моды, которые есть в игре мира танков, они от Юши. Все остальное это фигня. Полная фигня. Есть еще какие-то там моды от не совсем адекватного, психически неуравновешенного и нездорового человека. все поняли про кого я говорю, но я так думаю, что часть импонирующая именно этому товарищу вскоре уйдет на моды Юши в любом случае, потому что именно Юша предоставляет качественные, действительно очень офигенные моды, действительно которые делают игру более серьезной. И на мой взгляд мир танков это конечно не просто игра развлекательного характера хотя именно развлекательного но не в том смысле просто чтобы поржать и так далее в нее можно играть серьезно это единственная игра в которую могут играть именно взрослые дяди которые занимаются различными деятельностями и причем подходят к этой игре очень серьезно то есть как в жизни так ну что мы видим 64 светит у них три арты неприятно неприятно совсем и сейчас она может спокойно реализовывать свой потенциал значит нам нужно быстренько убрать е25 неважно даже досвидос так у нее ну она хорошо подсветила сейчас арты уже сюда сведены ах нельзя 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 попасть не под чей хорошо идем дальше хотя е25 вот приобрел бы себе если бы продавался И так мы видим Если этот не будет Лазить здесь то мы его сейчас Ага не успели Ах ты чуть чуть промазал Ну как чуть чуть Довольно серьезно промазал Вот чем Классный Орудие наряжено Не пробил Почему то не пробил Но очень Классные углы УВН Это просто кайф Так ну что там у нас Есть что нибудь Где ты Вот он Ёлки зеленые От этого чувачка надо сейчас Снять Нормально Поехали дальше Очень Я очень радуюсь за УВН Это просто кайф Так там КВ-3 что-то там Пытается да Ну куда ты вот Блин Ну куда ты ехал то Так 2-1 Надо двигаться А не стоять на месте Это не то Не тот Уровень боев При котором нужно Вообще нормальный свет Пошел бы вот сюда Обязательно Надо потому что Высвечивать Те кто Стреляет Немножко сзади Так там хелкат Он уже знает Где я Три арты Здесь И все Это сейчас будет Начнется Жопень То есть элементарно Они меня сейчас будут Выхватывать Если он стоит Поблизости Где-то Ух ты Ёлки Хорошо что он Меня пока Не засветил Так Е-25 КВ-4 Сейчас Блин Скорее всего Что вот здесь Где-то арта И она тоже Такая Негативно Неприятная Давайте будем Смотреть дальше Что мы можем Сделать здесь Помощи мне Неоткого ждать Конечно И поэтому Мы сейчас Пойдем И хелкат Там Хорошо Хелкат Там Видно Понятно Очень Неприятно Что где-то там Хелкат Он меня еще И арты Блин Тут Все тут Куча народу Стоит Да что ж Такое Он меня Навесом Лупит Молодцы Надо Надо его Обязательно Забрать 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 Давай Родной Ну тут Ну тут уже Все Тут уже Просрали Потому что Они мне Гуслю Сняли И все Тут уже К сожалению Ничего Не поделаешь Но Стадо Есть Стадо Ребят Вон оно Чего туда Они поехали Непонятно Никогда Не понимал Ребят Которые Возвращаются Просто Ну Есть же Нормальная Позиция Да Если ты Едешь Которые За Метрое Время Наоборот Хорошо Нет Они бросают Наш Позиции Идет Конкретный Слив Давайте Сделаем Какой нибудь Легенький Танчик И мы На нем Просто Повеселимся Летающий Танк Давайте Будет у нас Летающий Танк Если у нас Позволит Карта Давайте Попробуем Сделать Летающий Танк Ну что Карта В принципе Интересная Но Летать Здесь Негде Да Попробуем Очень быстро Отыграть Это У кого Есть Отрицательный Опыт По Т3 4 Тоже Обязательно В комментариях Расскажите Что вам Не нравится В этом танке Или наоборот Положительный Что нравится В частности Мне нравится Действительно Нравится Вся Весь Этот танк Несмотря Даже На Медлительность Я на Нем Кстати Отыграл Количество Боев Второе По Рейтингу Максимальному Максимальных Боев Это Именно Тот Танк На Котором Ну и Что Ты Поворачиваешь Чукча Вот Какой Смысл Ехать Хрен Знает Куда Делать Хрен Знает Что И Потом Хрен Знает Сколько Там Стоять Ребята Не понимаю Этих людей Ну повернул Ну будет он там стоять Как дебил Полчаса А здесь Надо Первым Делом Приехать На точку Светануть Хорошо Чтобы Этот же Дебил Начинал Уже Двигаться В этом Направлении Дегенерат Все Он сбил Уже Наступление Уже Все Уже Ничего Не Сделать И Вот Такие Дебилы Они Попадаются Крайне Часто Просто Нереальные Дегенераты Не знаю Как с такими Дебилами Вот Он Вот Стоит ТВП 50 51 Че он Там Стоит Я не знаю Вот Такой Вот Так Не ругаться На таких Игроков Ну просто Ну Невозможно Просто Это Товарищи Люди Которые Ну Не понимают Вообще Основы Стратегии Вообще Не понимают Вот Это Чучело Оно Сейчас Там До сих Пор Стоит До сих Пор Стоит Там И ждет Ну все Он уже сюда Не пойдет Он же не дурак Походу Дурак Типа Ждет Меня Ну Ну Что самое Интересное Он там Будет Ждать До Посинения Пульса Да И смотрите На этого Где это Дистрофик Он еще жив Нет Я просто Не особо Слежу За этими Туповатыми Людьми Всего лишь Надо было Уступить Дорогу Первым танкам Которые Должны Ити Это Светляки Не хочется Получить Сейчас еще По башке Ух ты Ух ты Ух ты Ух ты Ух ты Вон он Ребятки Давайте Ходим Вперед Ногами А вот здесь Можно Блин Тут же Лаги У меня Идут Где-то Здесь Должен Быть Противник Но Его Почему-то Нету Да Ладно Тебе Сейчас Может быть Хана Мне Но Ничего Не Поделать Ну И Долго Мы Будем Стоять Вот Они Все Вот Здесь Че Мы Стоим То Ну 55 Сдох Правильно Конечно Потому что Я не знаю Как так играть Гриль стоит Че ждет Непонятно Никто там Не светит Да и я Не буду там Светить Я ж Не дурак Сейчас Гриля Заберут Потому как 100 Ой Это я Нечайно Стрельнул Куда-то Непонятно Зачем В общем Все Грилюха Она Как я и говорил Да Тут Понятно Все Дураков Нет Среди Врагов Только Как обычно Попадаются Дурачки Из наших Не совсем Адекватные Люди Ау Он С другой Стороны Ну да Ладно Вот смотрите Сейчас Кто пойдет Из этих Назад Все Два Два Дебила Стоит Че стоять То Где он Ага Понятно И че Не удалил Стоит Стоит Попад Че Посмотрите Попад хорошо бы помочь но извините так играть нельзя как играют эти не совсем адекватных да ладно может огонь хорошо почему бы не поиграть по-человечески так чтобы не знаю не заберу я наверное этого ох ты как она неприятно неприятно будет очень неприятно если меня сейчас да вот он нашел меня и это очень да что ж такое на хотя можно было купить стоящего там скорпиона приятно неприятно играть с командой такой который но интересно поэтому берут себе непонятные танки непонятно мчаться если вы ком-то быстром танки вы соответственно должны ехать на легком да допустим вы должны все-таки ехать туда куда-то и мочить кого-то ну или хотя бы светить тяжи должны уступить дорогу свету обязательно и вся вот эта шушера которая поедет свет должен светить стать занять позицию только после этого подтягиваются тяжи и работают по цвету все больше никак не работает если вы не дадите свету начать двигаться извините это уже все логическая просто позиция и именно ее нужно всегда и придерживаться так что у нас здесь провинция мы находимся на в принципе нормальной стороне со стороны воды ну что будем пробовать будем пробовать немножечко что-нибудь сейчас сделать так у нас здесь идет последний бой давайте не будем сегодня сильно долго задерживаться в этом а то два часа итак у нас три света так пропустим этого потому что мне все равно ехать недалеко мне вот сюда за уголочек вот сюда вот стать я прекрасно пока свет приедет я вот постою здесь больше решил тоже поехать в эту сторону ну ладно давайте тогда я поеду вот сюда стану не против главное уступить дорогу тем кто должен светить самом начале издалека вот там и так что мы тут видим то ничем мы все видим но мы ничего не можем так комп уже не справляется надо заканчивать поэтому будем стоять и двигаться особо не будем и так что у нас здесь мы видим вот он борщичок был из-за того что у меня подвисает компьютер я к сожалению не смог реализовать потенциал сразу выносим на 404 урона нельзя забывать что здесь у них или у нас у них три арты опасно они как правило будут стоять в квадрате джей 7 вот и оттуда будут лупить не при полном сведении забираем скорпиона очень важный соперник очень хорошо свет наш сработал очень хорошо реально так ну что мы что мы здесь можем сделать конечно можно было бы стать и вот под таким углом допустим да могло бы быть более интересно но не всегда он подходит дело в том что отходить будет некуда просто элементарно и здесь у нас внизу вот какая-то гадость приехала я ее не заметил кстати по списку ровно в середине нахожусь и один из пяти бойцов которые замочили танки даже один из трех так ну судя по всему там никого у нас нет у них вернее поэтому мы смело можем идти вот сюда там у нас т-62 десятого уровня судя по всему они хорошо себя чувствуют у нас так а свет будет но хорошо бы если бы ты вернулся назад и по просто подсветил ну чё ты вот приехал то вот именно тогда когда я сюда ухты как и и что они насколько я понимаю тут основа вот здесь да сидят нехорошие такие да что такое где кто кто-то просто палит кто-то конкретно светит я не знаю где ну как я предполагаю что вот здесь вот на горе и это находится вот сорок девятка там или кто там еще давайте до сорок девятка ну что надо короче спускаться давайте попробуем спуститься здесь если у нас это хорошо получится ух ух да с той стороны нас уже никто не собьет меня не будут ожидать уже сверху гни они ожидают сверху но не снизу поэтому мы сейчас попробуем снизу у нас здесь врагов аж столько в принципе позиция была бы хорошая если бы я изначально сюда поехал было бы правильно изначально я имею ввиду вот пару минут назад сейчас надо немножечко помочь т110 е4 предварительно зарядим один премиумный снаряд на пробой двести девяносто семь миллиметров ну что будем ехать не ух ты не пробил его а он пробил вот так вот да ладно ладно ничего страшного именно хорошо здесь тем что наши там прикрывают это просто классно честно не знаю куда его пробивать вроде попробовал по ушам лупануть им повезло меньше надо наверное обновить снаряд подожду 12 с половиной секунд сейчас еще нехороший срок девятка должна вылезти я тут выполняю немножко роль света и забираю и здесь нас ждут еще прошу помощи потому как могут нас здесь немножечко и там один танк орудия насколько я понимаю он здесь до 430 до вот он давайте ему стрель дадим стрельнуть по мне я не хочу захватывать у меня какой-то бог полпал появился что я а шикарная пушка шикла шикарные углы склонения просто кайфовы и благодаря этому спокойно можно бить вот таких такие танки на этом заканчиваем видео по т34 чтобы видео были более короткие более насыщенные тем друзья кто был до конца спасибо удачи вам в боях хорошего настроения кому было полезно это видео подписывайтесь на канал на мой ставьте лайк всего доброго на полях рандома до встречи пока